Вот вы программируете, пишете код, функции и все такое Вы, конечно, хотите, чтобы все это работало Поэтому проверяете, все ли в порядке с кодом Нет ли в нем ошибок, и он делает то, что вы от него хотите Вы не слишком беспокоитесь о синтаксических ошибках Или ошибках типизации, поскольку вы обнаруживаете их сразу же Как только запускаете свои программы Но есть один тип подлых ошибок, с которыми все сложнее И компьютеры не умеют находить их без вашей помощи Это логические ошибки Предположим, вы написали функцию Square Она принимает число и возвращает его квадрат Дайте ей двойку, она должна вернуть четыре Дайте ей шесть, она должна вернуть тридцать шесть Если вы допустили ошибку, и эта функция возвращает неверное значение То компьютер или интерпретатор языка программирования Будут не в состоянии распознать это как ошибку Они делают только то, что вы сказали им делать Поэтому если вы укажете, что два в квадрате должно быть одиннадцать Правильным ответом станет одиннадцать Вот и вся магия Один очевидный способ удостовериться, что ваша функция выполняет то, чего вы от нее хотите Это запустить и посмотреть Мы можем запустить console.log.square2 И если она выведет четыре на экран, то все в порядке Ну, может быть, не совсем все Чтобы не сомневаться, давайте проверим Square6 Результат 36 Отлично, все в порядке Ну, еще одно, окей Сто в квадрате десять тысяч Отлично На данном этапе вы уже можете быть достаточно уверенным, что функция Square действительно возводит величину в квадрат Эта функция простая, и вам не нужно сидеть часами и тестировать ее Но не все ваши функции такие же простые Даже функция Фертериала из одного из предыдущих уроков намного-намного сложнее Да, и знаете еще что? Двойки, четверки и сотни недостаточно Нужно еще проверить отрицательные числа, правильно? Минус два, возведенное в квадрат, должно быть четыре, а не минус четыре А мы этого не проверили О, а еще ноль в квадрате Подождите, еще кое-что Мы должны проверить, что эта квадратная функция не сломается, если передать в нее что-то совсем не то Например, строчку Она должна, вероятно, вернуть, что собака в квадрате это не число Писать все эти штуки и выводить на экран вручную их как-то странно Особенно учитывая, что у нас есть эта мега-мощная машина, которая делает все, что мы прикажем Так что давайте прикажем ей тестировать для нас функции Мы знаем, что эти функции должны возвращать, поэтому компьютер может проверить, действительно ли они возвращают то, что надо Представьте себе такую функцию, assert, которая работает с тремя элементами Функции, которые мы хотим протестировать, аргументом, который принимается этой функцией И значением, которое мы считаем, должна вернуть эта функция Assert скажет нам, действительно ли функция возвращает значение, которое мы ожидаем Давайте вызовем assert, чтобы увидеть, действительно ли функция square возвращает 4, когда мы вызываем ее с аргументом 2 Если функция square верна в случае с двойкой, то она возвратит 4 А раз 4 равно 4, assert не пожалуется И мы говорим, этот тест пройден Другой сценарий 6 в квадрате определенно не должно быть равно 4, поэтому Этот тест пройдет, если функция square возвратит любое значение, кроме 4 Что происходит, когда рассматриваемая функция не работает как нужно? Например, ее результат показывает, что 2 в квадрате это 6, а не 4 Тогда первый тест провалится, и мы увидим ошибку типа такой Она выглядит очень похожей на синтаксическую ошибку И благодаря этой магической функции assert мы видим новый тип ошибки, ошибку утверждения Это значит, какой-то тест не прошел, провалился, поэтому нам нужно починить код Тут он говорит assertion error false равно true Это потому, что тест ожидал, что выражение будет истинным, но оно было ложным Square 2 равно 4 должно быть истинным, но раз наша поломанная функция возведения в квадрат возвращает 6 Выражение становится ложным Ложное — это не истинная, следовательно, ошибка Снизу виден stack trace, он показывает вам, где найти этот проваленный тест Название файла, номер строчки в этом файле и позиция в этой строчке Есть другие функции, типа assert для более удобного и легко читаемого вывода Вот одна из них Assert equal — это специальная функция для тестирования равенства Она принимает два аргумента То, что вы хотите протестировать, и значение, которое вы ожидаете Пройденный тест просто пройдет, а вот провальный тест даст вам кое-какую информацию Вы можете увидеть, какой был фактический результат, а какой ожидаемый В частности, где они не совпали Эта функция assert — это не просто что-то, что я нафантазировал Это библиотека тестирования для JavaScript программ Библиотека — это набор полезных функций Код других людей, которые вы можете добавить в свою программу и упростить себе жизнь В JavaScript существуют другие библиотеки для тестирования кода И в других языках есть свои Тестирование — это очень важная задача И часто крупный блок всего кода компании — это только тесты для этого самого кода Например, этот сайт, Hexlet.io, состоит из десятков тысяч строчек кода И третьих — тесты Строчки вроде проверить, что что-то — это именно то, что мы думаем И каждый раз, когда мы что-то меняем, добавляем новые возможности Или изменяем существующие Мы запускаем тесты, чтобы удостовериться, что ничего не поломалось Продолжайте и переходите к упражнению Вы напишите несколько тестов самостоятельно Субтитры создавал DimaTorzok